Здравствуйте! С вами Ангалина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем о том, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Высокотехнологичная медицина в действии. Рязанские больницы пополнились новым оборудованием. Восстановили череп. В ДКБ выписали мальчика, которого ударила лошадь. Следим за весом и лечим зубки, как помочь детям оставаться здоровыми. Бесплодие излечимо, как с ним борются в рязанских больницах. За каждый выявленный случай рака врачам предложили платить 500 рублей. Проект постановления подготовили специалисты Министерства здравоохранения России. Небольшую премию получат участковые врачи, терапевт и педиатр, врач общей практики и фельдшер, при условии, что диагноз подтвердится. Также премию в 500 рублей планируют выделить на тех специалистов, которые вовремя выполнили диагностическое исследование и установили диспансерное наблюдение за пациентом. Авторы инициативы рассчитывают, что это усилит длительность врачей и поможет чаще выявлять онкологию на ранних стадиях. В Рязани делать это станет проще благодаря новому оборудованию. Аппараты УЗИ экспертного класса и ОКТ для диагностики самых разных заболеваний закупили в рамках национального проекта здравоохранения. Стоимость каждого составила около 10 миллионов рублей. Что они могут и где установлены, расскажем далее. Надежда Калашникова стала первой пациенткой, которая прошла обследование на новом аппарате УЗИ экспертного класса. Такой в регионе 1. Его закупили в рамках национальной программы здравоохранения для 10 больницы. Аппарат универсальный, он может обследовать практически весь организм, включая органы малого таза, уроги онкологические зоны, поверхностные ткани. Мощность прибора позволяет увидеть маленькие детали. Это самое важное, что касается акушерства, что касается женского здоровья, онкологической патологии. Потому что, как вы понимаете, чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успех. Даже в простых режимах аппарат дает максимальное качество изображения. Его широко используют для перинатальной диагностики, диагностики молочных желез, гинекологии. В ближайшее время аппарат докомплектуют кардиодатчиком, который позволит проводить УЗИ сердечно-сосудистой системы. Эхострессокардиографию смогут выполнять в областном кардиодиспансере. Для этого закупили новый аппарат УЗИ. Такое исследование в регионе проведут впервые. Стрессокардиография позволяет оценить сократимость стенок сердца, левого желудчика, в частности, глобальную сократимость, локальную сократимость, спокойную состояние и, что очень важно, после проведения стресс-теста. Стресс-тест будет включать в себя либо пробу с физической нагрузкой, белый тренажер, либо трендмил, или фармакологическая проба. Это будет зависеть, определяться, и сломать состояние пациента и наличие у него или отсутствие показаний проведения полуфизической нагрузкой. Сопоставление результатов до нагрузки и после позволит выявить ишемическую болезнь сердца на более ранних стадиях, например, когда изменений еще не видно на электрокардиодиаграмме. Стоит отметить, что пока прием пациентов проходит в обычном режиме, ведь для проведения нового исследования кабинет нужно доукомплектовать, а врачам повысить квалификацию в столице. По прогнозам, новые обследования в кардиодиспансере смогут проводить уже осенью. Японский аппарат ОКТ нового класса доставили в больницу имени Симашко. Обследование на нем занимает около 10 минут. Это в полтора-два раза быстрее, чем раньше. К тому же аппарат обладает высочайшей скоростью сканирования – 100 тысяч снимков в секунду, что позволяет сделать обследование более эффективным. У меня были такие пациенты, буквально пару дней назад, которых просто случайно мы нашли, что у него глаукома, он пришел без жалоб просто на обследование. Это очень важно. Глаукому нужно поймать за хвост, как говорится, тогда, когда она начинает только развиваться, чтобы острота зрения и зрительные функции у этого человека остались еще долгие-долгие годы. Аппарат оснащен множеством дополнительных возможностей, которые позволяют получить данные о мельчайших повреждениях глаза. Например, с помощью ангиомодуля можно оценить микрососудистые русла глаза. А фондус камеры дает возможность сделать полноцветную фотографию с большим разрешением для более точного изучения глазного дна. Стоит отметить, что обследование на всех новых аппаратах будет производиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования и направлению от лечащего врача. Восстановили череп. Мальчика, которого лошадь ударила копытом в голову, уже выписали. Ему провели экстренную операцию, в ходе которой восстановили форму черепа. Сложно поверить, что еще недавно Богдан нуждался в экстренной помощи. Мальчика во время прогулки легнула лошадь, копыта ударила в голову и пробила череп. Сам Богдан момент трагедии не помнит. Из Сасовского межрайонного медицинского центра его направили в Рязань. В ДКБ он прибыл в состоянии средней тяжести. Была сразу же выполнена наркота головного мозга, где был выявлен вдавленный перелом с вдавлением около 9 мм. Это означает то, что повреждается возможное повреждение головного мозга и образование асобидуральных и эпидуральных гематомов впоследствии. Операция длилась около полутора часов. Сложности не возникло. Излишнее давление удалось устранить. Врачи отмечают, что шрам останется, ведь перелом изначально был открытым. Однако других напоминаний несчастного случая быть не должно. Во время операции все вдавленные отломки были восстановлены, и форма черепа мировой направленной, и не требуется дальнейшего повторного оперативного вмешательства для пластической операции. В областную детскую клиническую больницу уже поступали ребята с похожими травмами, поэтому алгоритм работы четко отлажен. Причины несчастных случаев самые разные. Были случаи, когда к нам поступали и такие же случаи, когда удар копытом лошадью, качели, падение с велосипеда, с различных высот. Периодически такое бывает. О неудачной прогулке Богдану напоминает лишь повязка на голове. Состояние мальчика стабильно. Он хорошо себя чувствует и ни на что не жалуется. Устанавливаются все функции. Неврологических дефицитов нет. Когнитивные функции восстановлены до прежнего уровня, так же, как и двигательно-чувствительные сферы. Слуховая зрительная функция вся восстановлена так же полностью. Слуховая была и прежде нормальна. Стоит отметить, что Богдан в этом году пошел в первый класс. Благодаря усилиям врачей он смог присутствовать на торжественной линейке. В ближайшие несколько месяцев он также будет находиться под наблюдением невролога. Среднесуточный рацион рязанцев признан наименее калорийным в стране. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Росстат. Он составил 2180 килокалорий. Это на 500 меньше средних данных по стране и почти в два раза меньше, чем у дагестанцев, рацион которых признан наиболее калорийным. Тем не менее, Рязанская область вошла в стройку лидеров по детскому ожирению. Как сохранить красивую фигуру, выяснила наша съемочная группа. Лишь каждый десятый подросток в стране является здоровым. Эти данные приводят не и гигиена, и здоровье России. Одной из причин стал сидячий образ жизни и, как следствие, ожирение. Рассчитать норму веса можно самостоятельно. Для этого массу тела в килограммах нужно разделить на рост в метрах в квадрате. Если полученная цифра превышает 25, то у вас избыточный вес. А цифра более 30 говорит о том, что принимать меры нужно срочно. Чтобы поправить ситуацию, специалисты рекомендуют больше двигаться. Это, конечно, кардионагрузка плюс опорный двигательный аппарат. Это осанка, это правильная поза при работе с тем же компьютером, при выполнении домашних заданий, плюс обязательно утренняя зарядка гигиеническая, плюс занятие физической культурой. Упражнения могут быть самыми простыми. Прыжки, бег, соревнования в скорости, вышибалы, лапта, казаки-разбойники. То есть те игры, которые хорошо помнят родители, но в которые перестало играть современное поколение. Забыли про скакалку, которая развивает ноги качества, плюс и осанку, и плоскостопие. Сейчас плоскостопие тоже очень много. Вспомните, в детстве все прыгали через скакалку. Вот это очень эффективный метод, который не требует материальных затрат. Хорошим помощником в поддержании стройной фигуры станут спортивные секции. Ведь уроков физкультуры попросту недостаточно. Специалисты рекомендуют обратить внимание на плавание, танцы, единоборство, лыжи, командные виды спорта. Положительно скажутся и обычные прогулки на свежем воздухе. Без потребления кислорода в достаточном количестве и мышечная система будет работать совершенно в другом режиме, и кардиореспираторная система будет испытывать недостаток в кислороде, как энергообеспечивающий продукт для всех биохимических процессов. Поэтому тут можно рекомендовать только максимальное возможное время проводить на авозке, но с учетом экологических моментов. Хорошо влияют на здоровье и домашние питомцы. Как правило, их хозяева больше двигаются, лучше питаются, а сахаровых крови чаще бывают на нормальном уровне. Как правильно чистить зубы? Нужно ли лечить молочные, если они все равно выпадут? И как уговорить ребенка идти к врачу? На самые популярные вопросы родителей ответили специалисты клиники Альфа-стоматология. А сколько тебе лет? Шесть лет. Давай мы сейчас посмотрим. Показаем тебе нарезку немножко, хорошо? И пока смотри, молитвик наш. Врач-друг. Под таким девизом работает клиника Альфа-стоматология. Посещение врача здесь превращают в игру. На визит можно прийти с пушистым другом, в кабинете все потрогать, а также прямо в кресле стоматолога следить за любимыми героями, пока врач осматривает полостерта. Посещать специалиста нужно раз в полгода, чтобы вовремя заметить первые признаки заболеваний. Молочные зубы нужно лечить обязательно, потому что развитие кариеса и до дальнейшего уже их осложнения, пульпита, периодонтита, может привести к крайней потере зубов, что в свою очередь нарушит функцию зубочелестной системы и будет она развиваться неправильно. То есть далее уже будут проблемы с прикусом и приведет уже к более серьезным последствиям. На здоровье зубов сильно влияет питание ребенка. Важно кушать больше кальция и витамина Д. Они содержатся в кисломолочных продуктах, овощах и фруктах, а также регулярно жевать твердую пищу, в то же время ограничить употребление сахара. Не употреблять в пищу много сладкого, то есть простых углеводов, которые будут как раз влиять на развитие кариеса. Поменьше ночного кормления, это что касается совсем маленьких детей. Также уделять время гиене ребенка, особенно до 6-7 лет, мамы или папы должны помогать детям чистить зубы. Специалисты клиники альфостоматологии напоминают, что чистить зубы нужно каждый день. Делать это утром и вечером в течение как минимум трех минут. Приучать ребенка к ритуалу следует с того момента, как прорезался первый зуб. Зубная щетка должна выбираться для детей, именно младшего возраста, мягкая или супер мягкая. Щетина должна быть искусственная обязательно. Также плюс можно дополнительные средства гены. Это салфетки, которые можно использовать после приема пищи. Зубной нити стоит начинать пользоваться чуть позже, к 6-7 годам. Также раз в полгода необходимо выполнять профессиональную чистку. Именно стоматолог поможет снять налет, который не подвластен обычной щетке. В клинике альфостоматологии используют ароматную пасту со вкусом лесных ягод. Процедура проходит быстро и безболезненно. Стоит помнить, что постоянные зубы обычно появляются в 5-6 лет. Если процесс начинается раньше, то, скорее всего, потребуется ортодонтическое лечение и, возможно, детское протезирование. Ведь, чтобы правильно развивалась зубочелюстная система, функцию отсутствующего зуба должна заменить конструкция. В клинике у нас широкий спектр услуг оказывается от профессиональных генов до лечения кариеса, пульпита, периодонтита, некариозных поражений, заболеваний слизистой, полости рта. То есть у нас полный спектр всех манипуляций, которые могут производиться в детском возрасте. Дети приходят в клинику альфостоматология с удовольствием, ведь прием проходит без боли и дискомфорта. Клиника работает ежедневно и находится по адресу улицы Дзержинского, дом 33, корпус 1. А с октября этого года открыта новая просторная клиника альфостоматология в торговом центре Ёж возле дворца молодежи на Политаево. Вылечить бесплодие можно в рязанских больницах, причем сделать это бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. С пациентами работает большая команда специалистов. Что может стать причиной диагноза и как с ним справиться, расскажем далее. Бесплодие – не приговор. К такому выводу пришли рязанские специалисты. Они утверждают, что с современными методами лечения возможность зачать и родить здорового ребенка есть практически у каждой девушки. Лечение проводится семейной парой, потому что, как правило, 50 на 50 процентов причина кроется и в мужчине, и в женщине. И в связи с этим у нас работает команда специалистов. Это не только врачи-акушер-гинекологи, это медицинские психологи, это врачи ультразвуковой диагностики, врачи-андрологи, урологи, врачи-лаборанты. При необходимости направляется женщина на консультацию к генетику. Специалисты отмечают, что лечить мужчину намного проще и удобней, а главное – быстрее. Таким образом, пара может сэкономить драгоценное время. Ведь врачи доказали, что с возрастом возможность забеременеть снижается из-за особенностей женского организма. Рекомендуют заводить детей до 35 лет. Изначально устанавливается причина бесплодия. Это могут быть и воспалительные какие-то причины, и иммунологические, причины маточного происхождения, трубного происхождения. Немаловажную роль играют и генетические факторы. И уже после установки окончательного диагноза доктор приступает к лечению. Бесплодием считается заболевание, при котором женщина не может забеременеть на протяжении года. К этой категории по статистике относятся около 20% россиянок. Диагноз не берется из воздуха. На женский организм оказывают огромное влияние как внешние, так и внутренние факторы. Поэтому важно соблюдать ряд несложных правил. Вести здоровый образ жизни. Отказаться от курения и алкоголя. Не злоупотреблять кофеином. Избегать чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок. Нормализовать вес, то есть похудеть или наоборот набрать массу. А также следить за гигиеной и регулярно ходить на профилактические осмотры. Когда уже установлена причина бесплодия и когда доктор приступает непосредственно к лечению, изначально это, возможно, какая-то гормональная коррекция, медикаментозная коррекция гормонального фона, стимуляция овуляции. И только в том случае, если лечение неэффективно на протяжении 9-12 месяцев, вот в этом случае женщина направляется на лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Сделать ЭКО можно по полису обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Для этого нужно получить квоту в Министерстве здравоохранения, написать заявление и через месяц дождаться решения. Затем останется лишь выбрать одну из предложенных клиник. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире!